С головой в лето вдоль правого берега Волги растянулись десятки палаточных лагерей. Их начинают ставить в мае, а живут здесь практически до октября, пока погода позволяет. Если несколько лет назад это был больше походный отдых без благ цивилизации, то сегодня уже продумано все до мелочей. Жить здесь стало комфортно. Это солнечная батарея. От солнца питает энергию, заряжается аккумулятор. То есть вечером у нас всегда есть свет, пожалуйста, телефон можно зарядить. Александр Бадаков приезжает сюда на все летние выходные вот уже 8 лет подряд. Рассказывает, сам вырос под Винновкой. Сейчас детям показывает все прелести родной Волжской земли. Зачем куда-то ехать, допустим, за тысячи километров куда-то, когда у нас своя есть природа, свои красоты. Приготовление еды на костре можно оставить для души. В лагере есть кухня с газом, голодными здесь не ходят. Погода летом на правом берегу, как правило, жарче, чем в городе. Поэтому пару лет назад отдыхающие выкопали полутораметровый погреб, чтобы освежать напитки и продукты. Всего в лагере семь палаток. Компания собралась дружная, рассказывает Александр. За годы совместного отдыха уже как родные. Ну и вот, авеню Ромашка. Наши палаты. Приезжают в лагерь и из других городов. В том числе, Заволжская жизнь пришлась по вкусу и гостям из столицы. Сергей Михайлин приезжает в Самару к родителям и не упускает возможности отдохнуть за Волгой. Это же самый кайф. Подальше от этой цивилизации, в палатке, забыв о том, что надо куда-то идти, куда-то ехать. За временем вообще не следишь. Так что в этом все и поэзия. Я, наверное, на пятизвездном состоянии отель это не променяю. Многие коренные самарцы полюбили Заволгу. Именно так, с ударением на первый слог и в одно слово. Называют все то, что находится на правом берегу в Самаре. Курорт, на который не нужно добираться несколько часов с тяжелыми чемоданами. Достаточно 20-минутной поездки на катере и ты уже в одном из самых живописных мест на Земле. Мария Левина, Николай Епифанов. События.